Итак, в настоящее время около 2-3 всех случаев рака желудка, к сожалению, диагностируется на 3-4 стадиях, что определяет плохой прогноз заболевания. Примерно половина больных с раком желудка погибает на первом году после установления диагноза. Поэтому выявление ранних форм рака желудка является важнейшей стратегией канцерпревенции, направленной на снижение смертности от рака желудка. В настоящее время Министерством здравоохранения реализовано несколько крупных программ, которые позволили оснастить многие клиники современным эндоскопическим оборудованием, поддерживающим в том числе и такие распространенные эффективные технологии, как узкоспектральная и увеличительная эндоскопия. Однако эффективное их применение требует от врача специальных знаний и опыта диагностики. Поэтому в настоящее время наблюдается существенный рост интереса к системам поддержки принятия решения в эндоскопической диагностике и в частности в таких высокоспециализированных отраслях. Суть нашего проекта заключается в создании аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы поддержки принятия решения, которые позволяют повысить точность диагноза за счет полной стандартизации диагностики и использования обширной базы данных для постановки диагноза, сокращение времени и финансовых расходов на исследования благодаря определению области интереса с последующим выполнением только прицельных биопсий, позволяет быстро и эффективно обучить врача высокотехнологичным сложным методикам эндоскопической диагностики, а также позволяет осуществить контроль качества исследований. Схема автоматизированной системы поддержки принятия решения представляет собой следующие этапы. Врач выполняет эндоскопическое исследование, обнаруживает патологический участок, в дальнейшем осматривает его с помощью специальной технологии оптического увеличения в узком спектре света, производится захват изображения, в дальнейшем это изображение поступает в систему поддержки принятия решения, изображение претерпевает предобработку, то есть подготовку к анализу, результатом которой является получение бинаризированного изображения. Производится анализ этого изображения, то есть извлечение некоторых геометрических и топологических характеристик, в дальнейшем классификация этих признаков и сегментация изображения с целью стратификации риска, рака, и поддержки принятия решения для врача. Сам анализ эндоскопического изображения имеет несколько этапов. Поступающее изображение делится на несколько фрагментов, каждый из фрагментов анализируется путем вычисления геометрических и топологических признаков и также классифицируется в три разные группы. Наша система предполагает деление на три класса, которые соответствуют норме, предраковой патологии и неопластическим изменениям слизистой оболочки. Результатом классификации является картирование эндоскопического изображения и выделение областей, соответствующих различным гистологическим типам. Для обучения и тестирования нашей системы мы создали базу данных эндоскопических изображений, из которых было выбрано 273 случая. По результатам первичных тестирований общий показатель правильного распознавания был высокий, процент был более 90%. Должен сказать, что в настоящее время не опубликовано данных о создании и внедрении в практику прямых конкурентах нашей системы. Уникальными отличиями от подобных проектов является использование совместно с наиболее распространенными эндоскопическими технологиями. Это узкоспектральная увеличительная эндоскопия. Это применение для диагностики именно патологических образований желудка. Как известно, структура желудка является самой сложной для увеличительной эндоскопической диагностики. Это возможность проведения дифференциального диагноза нескольких патологических состояний. Это норма, предопухолевая патология и неоплазия, а также картирование всего эндоскопического изображения и выделение точных границ патологических участков. Меньше минут у вас. Этот проект возможен благодаря тесному сотрудничеству сотрудников Ярославского государственного университета имени Демидова и Ярославской областной клинической онкологической больницы. Основные участники проекта представлены на слайде. Дальнейший план развития предполагает улучшение качества и скорости классификации, чтобы мы в дальнейшем смогли внедриться в клиническую практику и применять эту систему уже непосредственно во время эндоскопического исследования. Это разработка программного комплекса для обучения врачей, а также создание веб-сервиса классификации эндоскопических изображений. Спасибо большое за ваше внимание.